Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не втащи, сейчас придурю DimaTorzok Так, налил водички ДimaTorzok Хотя, все равно Этот аккаунт все знают уже на самом деле Что это я? Что, со стримом? Ну, сейчас стрим везде поднимется, не волнуйтесь, ребята Вот Ну, посмотрим, кто фаворит, не фаворит Сейчас разберемся кимчензергу Спасибо большое За то, что делает возможность игрокам побиться За то, что делает возможность игрокам побиться Субтитры сделал DimaTorzok А ты его найти сладкого нельзя Да 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 Субтитру сделал DimaTorzok А ты ее не crawl Автор Каков- Bomb друга Так, ребят, Ким Чин Зерк пришел Коу. Что ему сказать? После или отбой пока? Продолжение следует... Так, создаю первую Фрост. Мороз, первая карта. Мороз, первая карта. Мороз, первая карта. Мороз, первая карта. Мороз. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Двуддемон активировал премиум на ваш канал Добавил субтитры DimaTorzok 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 все ребята что-то сломалось все к чертям вообще не понимаю как то так ну наконец-то короче получилось ну что его вроде скиллоса сейчас будет биться инвалидность какая-то мне сегодня то водой подавлюсь то еще что старкрафт для такого самочувствия даже на удивление как нормально отыграл сегодня погнали ребят что меня вертут уже гоняет в рейтинге не понял за счет зрителей что ли вот поддерживайте меня и мой канал подписывайтесь на премиум премиум и теперь стакаются в этом месяце можете хоть на два года 24 подписать они будут как бы продлятся автоматически и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Диматор DimaTorzok Крыл DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Штэрл DimaTorzok BYD 2238 по рабам. Что-то, по-моему, здесь какой-то провал у Ревы. Один из гидралов заказан. Но посмотрите, по рабочим какая катастрофа. Ещё скилл Сыхату мог добить, но не добил, блин. Маргинале поддержал ваш канал на сумму 50 рублей. Спасибо, Маргинале. Большое. Так, прибегаю от Ревы. Сейчас ничего пока не получается. А, с гидрой получится, интересно. Так, за поддержку всем громадную спасибо. Здесь грелочка из Жоковера скилла с Реве. В общем-то, грейдов пока нет, но 63-41 в рабам. Это очень серьёзное преимущество такое, вам скажу. Гидра подтягивает всё новое-новое. Без этого ключевого грейда на атаку гидре лучше и не драться сейчас. Грелки летят вперёд. Тут единственный шанс для Ревы сейчас именно вот так вот развалить скиллосы. Именно в пуши каком-то. Но выставляет суверчаж. Грелки уже четыре штуки. Есть плюс адепты. Присутствуют здесь микси в развороте. Ревы бой принимают. Пытаются отогнать. Всё, мув доделся. И рейдж в гидре нужно принимать бой. Нужно нормальную позицию занимать, стараться. Так, пошла атака. Минус мазеркор. Но что-то грелок многовато здесь, по-моему, да, уже стало. Плюс один. Сейчас на них будет готов. Тристор гейтогрелки. Переход такой от скиллоса, да? Плюс адепты. Интересный, потому что встречается переход. Так, не сдаётся. Смотри, Валюркер Дэн пошёл. Хорошо, адепты врываются. Но здесь линги помогают гидре очень-очень сильно. Грелки летят вперёд. Сейчас можно гидралами на развороте попытаться развалить. Надо ли скиллосу так драться с гидрой? Ну, плюс один доделался прям в замесе. Ну, кстати, выигрывает бой здесь скиллос, но размен, я бы сказал, невыгодный. Бы-был бы, если бы не такая слабая экономика вообще. Так, здесь уже три карера попёрло. Сейчас скиллос решил в армаду такую сыграть. Интересный вариант. Три-четвёртый некс уже. Плюс два на воздух. Стергиты бустятся все три. Каррикыш долго строится по 86 секунд. Ну, блин, тем не менее, они очень сильны. Хотя, пока их мало и немного мушек у них тоже на самом деле могут... Так, ну, трёх дронов скиллос здесь забрал. Ну, общая сложность у 14 в этой игре. Так, поля пошли. Вот это тоже решение верное. Четвёртый старгейт у скиллоса. Доделывает он нексу здесь дистанс майнинг. Пошёл фотоночек добавляет. Молодец, пилончик перестраховочный. Здесь тоже пару фотонок с этой стороны можно было бы добавить. А что рево? Рево гидролюру пытается сделать, но... Так, рекарочка игрелка. 18 гидралов. Сейчас тайминг, если словить... Правда, рево не делает грейдов. Это очень-очень плохо без грейдов. Ему здесь ловить вообще как бы нечего будет. Особенно, если плюс 2 доделаться успеет. Так, ещё 3 карера. Оракул. Доходит рево на хэгэ. Четвёртому нексу сейчас скиллоса. Тем временем адепт просто приходит на третью базу. Здесь кареры-грелки летят вперёд. Надо бой принимать. Проатаковал там скиллос. Гагерева пишет, почему адепта разваливают. Там четвёртого, третью точнее базу. 1-0 скиллос. Неожиданно прямо-таки. Жду хост. Так, сейчас пойду руку помою. Этот сырок съел, блин, такой неприятный ощущение. Какая мышка блужирная такая. Нак %d нонной. Три кухне скиллоса. Кэм, с крю Wednesday ended. 기억ando. Три кухне. Так, что произошло такое? Что-то произошло, почему-то хоста я не вижу сейчас. Всё, отлично. Так. Так, что там, а? Так. Субтитры сделал DimaTorzok Так, какая карта у нас? Так, попробую с модом создать, вроде создается. Или без мода нет? С модом нет, не, ни хрена, что-то с модом не создается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, не понимаю, что происходит. Так, не знаю, что происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, призойду-ка я полностью батлнет вообще. Вот. Непонятно, что тут творится вообще, если честно. Со Старкрафтом хост вообще не создается, ни хрена не создается вообще, блин. Что происходит, я даже не знаю. Что за хрень, какая полная версия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, станция король Сиджонка, оказывается, карта. Так, скилл зашел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то револьвер-то делал DimaTorzok Так, какой револьвер-то делся? Так, ребята, где там револьвер-то он стримит? Что он делает, я не понимаю. Все, револьвер тут. Все, скилл из тут, поехали. Все, наконец-то, бак этот преодолен, блин. И можно нормально позаходить в игру, посмотреть все нормально. Так, пастрон, да что-то я... Не добавил, ребят, громадное спасибо всем за поддержку. Идем к топчику сейчас. Что-то я в тексте, кстати говоря, надо... Так, 800-6-950 уже. Вот так вот надо напилить. Ну что, рево ставит хату, ребят. Здесь со всеми моментами я разобрался вроде как. Скилл из пытается выпилить ее пробками и выпилят, конечно, но там бас пошла тоже. Какой я прогноз дал вначале, я даже говорил, что рево пробеги. Ну вижу, что уже пока рево проигрывает 1-0. А что ты? С какой целью интересуешься? Игра приостановлена. Так, паузу, я его просил. Что там случилось, не знаю у него. Так, естественно, задержка есть, ребята. Задержка 19 секунд у нас. Технические трудности в Старкрафте сейчас были, но все нормально. В принципе, 50 с лишним минут до Гоу-фу СК. Этот шоу-матч мы точно успеем доиграть. Вот, если, в принципе, Ким Чен Зерг захочет, можно и устроить потом и с Коу-матч еще. Но тут получается, как бы, если победит Нерева, то Нерева дальше, наверное, и продолжит играть. Хотя, не знаю, это его дело. Делать, как вы это или не делать? Привет, МСК, речи. Снега. Снега можно выпила. Игра, но забыла длина. Так, забыл я, что судья. Все, отжал паузу. Так, Скиллос хотел помешать третью заказать, но не помешал. Как-то криво пробка ездила. И Нерева заказал все-таки хату. Снимает с газа рабочих. Заказан муп, один остался. Челлендж на прогноз. Ну, прогноз-то мой слышал. Рева тащи, короче, что тут говорить. Ну, если Рева выиграет, еще там будет смысл против Кул запилить, да? Но тут победит, кто по скиллухе, конечно же, затащит. Вот. Пока что я смотрю, Скиллос 1-0 ведет. Ну, вот пришел адепт, и уже дрона развалил. Е-мое, Рева не успевает. Что-то в спорку запилить. Ну, второй успел пилить. Ну, два дрона отдал на адепте. Это, в принципе, как бы терпимый момент. Но... Ага, ага. Вот что здесь творится, кстати говоря. Обратите внимание, но... Миссии Товер, которые все сейчас палят. Вот Рева залетает и прямо палит все. Плюс Гитли пошли. Нужно ли дальше врываться сейчас? Лучше улететь просто сюда и подождать. Отменит прот с Даркшрайна или нет? Так, линги пытаются контраковать. Здесь стенка, кстати, открыта абсолютно. Смотрите, здесь же пробежать можно спокойно. В рабочих просто сейчас револьверу. Он что-то не делает. Пробка минут раз. Стенку закрывает сейчас. Скиллс. Ну, еще пробочку потерял. Ну, две пробки. Хороший размен, в принципе. Там Роуч Ворон. Лэйр забегает на мейн. Здесь четыре гейта. Овером нужно улететь. Зачем овера терять? Не надо терять. Так, да не буйство. Не баньте все. Судья продажная. Козел, судья. Это же классика. Но я-то не козел. Так что не гони тут. Вот. За такое на двадцаточку можно. Так, 7 Роуч. Сейчас будет уже готова Архона и полетит скиллс. Харасит, соответственно, леву. Ну, в этот раз, как мне кажется, готов он по ходу дела. Так, летит... Ой-ой-ой, летит призма. По рабочим залпам прям ништяк заходит. Четыре дрона уже минус или даже больше. Девять. Это и с начальными потерями всеми. Вот. Ну, это неприятный расклад, на самом деле. Нужно сейчас как-то сплетить юнитов, иначе на мейне косяки больше. Королева может развалить. Просто скиллс он может рабов развалить. Рева заходит на мейнлинге. Отдельно добегает быстрее вперед. Пытается Архонами подрезать королеву. Королеву не так-то просто оказалось подрезать. Еще две вниз пошли. Так, сейчас эти минус королевы будут просто. Куда она вышла? Так, один Архон в клан демажный, кстати, здесь. Ну, королеву в любом случае подрезает скиллс. Харас пока вполне удачный. Роучи что-то бегают зад-вперед. Вот, но рева собирается продавливать. Обратите внимание, сейчас скиллс готов к этому вообще. Интересно. Я вот не вижу, чтобы он был готов сейчас, например, к этому моменту, к продавливанию. 97, 78, 103, 78. Еще роучи строятся. Как пойдет эта атака? Через центр или через... Так, скиллс летит домой. Понял ли, скиллс, что происходит? Я вот что-то не уверен. Хотя здесь уже и мортлы есть, и глефы скоро будут, на самом деле. Так, рева пушит. Заходит вниз на лоугран. Так, филды пошли. Еще филды пошли. Нужно роучи отводить сейчас. Филдов новых обновляет. Тут скиллс много. Выходит иммортл. Архона, разгром просто какой-то группировки. Зерга, по-моему, идет здесь. Вы как здесь все филдами погородил. Скилл сейчас очень жестко, кстати говоря. Может, Мазеркор зафаерболит. Филды новые пошли. Рева пытается выйти. Выйти тяжко, очень-очень, оказывается. Да Мазеркор фаербольный ты вдруг не законтролен. С кого архонов выгоднее делать? Несмотря на какой стадии. Когда у тебя ты собираешься пушить, и тебе нужны минералы там, на зелков. Так, и шести штормовиков. Если же ты, например, играешь уже на лейте, как бы, то может быть из дарков выгоднее делать. Почему? Потому что они меньше газа стоят. А газ сможет кончаться. Так, и Мортал, Рева по фокусу. 105, 96. Архон падает. Фактически с Н3 одни с адептами остаются. Это катастрофа для Протса. Как же это так получилось? Я вот думал, все, но тут шанс перевернуть. У Ревы есть. Вот он заходит к рампе. Надо има забирать сейчас. Как можно быстрее забирай. И Мортал, что же ты делаешь? Так, Мазеркору верчаж ставит. Верчаж-то фаерболами пилон выбивать. Пилон выбивает Рева. Ревы спускается вниз. Новый просто подходит. Адептов достаточно много. Реводжеры не фокуснул. Что-то сейчас скиллос непонятно почему. Адепты падают сейчас в гигантских количествах. Мазеркор копит энергию. Скоро уже скопит он энергию этот Мазеркор. Адептов загрызает сейчас Рева. Окружает их. Роучи все больше и больше. 113 на 78 по лимиту. Все, адепт куда-то ушел. Я даже не понял, к вам там ушел. Здесь надо разваливать просто все пилоны. Все надо развалить. Реводжера от Мазеркора нужно отвезти. Что же... Где контроль-то вообще? Реводжер не отводится. Пилоны падают. Тут иммортал попытка окружить идет. Иммортал не получилось. Окружить как-то отдельно все сейчас дерется. Две фотонки сейчас. Скиллос запытался запилить. Десентри надо убить. Фотонки-то запилил. Но Рева ломится вперед. И очень-очень сильно он ломится вперед. Так, если иммортал упадут, то печаль будет. Иммортал одного забрал. Второго можно было бы забрать, но почему-то не забрал. Но это полный улыб. На Дореве рабочих заказывали что-то делать. Здесь контр-варп адептов идет в атаке. Сейчас упадет Нексус Пилон. Почти соплай-блок будет. Но почти не считается. 10 лимита еще в плюсе, в принципе, у Скиллоса, да? Здесь призма летит шатать, между прочим. Так, заходят Роучи. Иммортал рядом есть. Мазеркор скопил энергию. Имма надо запугнуть. Он уже поля отрегенил. Черт побери. Сейчас кто-то реводжеры пошли. Криво тут рево атакует. Потому что здесь адепты харасит. Вот почему так происходит. Реводжеров надо развернуть. Все надо сейчас развернуть. Но Нексус подрезал. Сейчас и не обязательно нападать. Можно экономику, в принципе, восстановить. Зачем ломиться-то сейчас куда-то? Думаю, что можно экономику восстановить. Просто в мутку можно свитч пиль добавить. Я не знаю, сделать в конце концов. Так, адепты михарасит. Скилл слетает. Так, адептиков еще вар проходит. Плюс два делается. Рево выдвигается опять к Скиллосу. Опять трейсник. Скиллос отменяет. Будет опять 25, 86, 49 по лимиту. Там вторая атака. Адептик на третью приходит. Скиллос тут помогает дронами кусать адепта. Адепта скушал. Рево, простите, помогает дронами кусать адепта. Приходят линги. Часть из них потеряна. Реводжера роучей много. Заходит Рево. Надо окружать как-то, пытаться. Врывается в иммортал. Фаербулы вошли по имморталам. Своего роуча забирать. Но им тоже погиб сейчас, правда. Так, линги бегут. Надо имморталу забрать. Рево, что ж ты тварич. Забери его, наконец-таки. Скорее. Забирай меня скорее, говорит иммортал. Как песня. Но отдается Рево. Умудряется отдаться. Что творится вообще в этой игре. Камбэк на камбэк. Имморталу надо добить. Дофокусить. Дофокусил еле-еле иммортал. А тут новый вышел. И по рабаму у Реви все хуже. У Ревы по всем параметрам. У него сейчас хуже становится. Пытается уйти. Уходит сейчас еще роучи сзади. Подойдут с приростом. Может быть что-то получится. Так. На четвертую Реву. Рабов поставил. Вот это была катастрофа сейчас. В чем была кривость? Имморталов криво. Реву фокусил сейчас. Очень криво. Лингами ворвался. То есть лингами нужно было зажать просто. Накидать туда фаерболов. Это бы идеально в итоге было бы. Но что-то у Ревы ни хрена не получилось. Сам скилл сейчас вперед идет. Реву на лоу-граунде. Кстати. Не видит ни хрена он скилл. Так. Заходит на хг. Пошел в замес. Фаерболы по центре попадают сейчас неплохо. Здесь фаерболов нет. Попытка фокуснуть иммортала. Кривая попытка, кстати, играет. Так. Фаербол по адептикам проходит. Сейчас 106-103 по лимиту. Надо окружать. Здесь Терева пытается это сделать. Окружает адепт. Окружает центре. Иммортал одного отфокусил. Но тут еще адепты. Роучи нету. Еще один иммортал жив до сих пор. Фаерболы по адептам идут. Мимо на чем отошел-то адептам шанс уйти сейчас. Один с роучи еще делается. Там опять адепты пришли на третью вазу. Задолбали, наверное, Рева. Подумал уже. Меня тоже пригорнуло бы, блин. Сходит и ходит адепт. Но скилл. Молодец. Не забывает во время обороны об атаке. Об харассе. Минеральная линия об харассе. Экономики оппонент. Все. Плюс два у скилл. Это вообще катастрофа на самом деле. Так, опять призма летает. Мое мнение, ошибка Рева, что он сейчас просто ноутфайр. Була надо пытаться кинь-то наперед ему на ход. Вдруг попадешь, он летит, вообще не контролит призму сейчас. Такими моментами надо пользоваться. Плюс, сейчас что было еще очень-очень интересно. То, что... Так, четвертый Нексус кило собирает заказывать. Рева заходит с удалингами. Видит, Нексус на удалингов не отдавать. Интересен был момент, что Рева в шпиль не вышел. Как бы ему тяжело биться против этого всего. Здесь свич мутку зарешал бы. Просто идеально бы. Вот сейчас Рева и пытается в нее свичнуться, насколько я вижу. Но уже не поздно ли сейчас. Так, пошли разводы на камни. Сейчас довар в центре идет. Скиллос выходит в тыл револьверчику. Кстати, это может сейчас ему боком выйти, что он в тыл выходит. Хватит ли ему здесь филдов? Вопрос открытый еще пока. Так, нужно развернуться и бой принять нормально. Призма все еще летает. Королева непонятно, где находится. На третий базе вообще нихрена нет. Рева на муви бежит. На муви Рева, собственно говоря, и отдаются. Фаербулы кинь на ход ноги тут Протасу. Ты что, куда ты бежишь? Рева вообще не видит ничего. Фаербулы пошли. Фаербулы падают неплохо. Ну, по крайней мере, отогнал. Рабов потерял еще. Ё-моё, сколько рабов тут потерял много. Рева, по-моему. Так, скиллы здесь ходят около... Так, киллы пошли. Нужны фаербулы. Нужно фаербулить постоянно, иначе как бы Протас будет наглеть. Так, 900 минералов сейчас уже скопилось. 900 газочный скопилось. 6 муталисков Рева заказывает первых. Он очень прям хочет выбить эту призму. Вот сейчас можно спокойно контратаковать, пока Протас здесь ходит на крипе. Да нахрен в лоб драться, лингов, сюда. Смотрите, вообще ничего нету. Скилл из наглую сюда пришел, и это можно зарешать в итоге. Так, фаербулы по архонам хорошо зашли сейчас. Архончики падают. Рева младчинов укуснувых сейчас. 136-140 по лимиту. Так. Так, сервер был сбит. Мутки 7 штук уже здесь. Еще с архона сольются. Против Гвардиан Шилда мута не подрешает, ребят, я вам честно скажу. Это печально будет. Нужно контратаковать бы Реви муталисками, а он не контратакует. Но за счет фаербулов в узких проходах можно попытаться Протаса принять сейчас. Будет. Так, адепты телепортируются в разных направлениях. На четвертую пошли. Здесь фаербулы идут. Надо идти отбивать четвертую. Здесь на муви что-то адепты сливаются. Надо ли в лоб-то Реви драться? Думаю, что не стоит. Ему в лоб драться. Смотрите, архоны пошли. Так, заходят. Здесь Гвардиан, миллион центрей. В архонов стеки навалился. Йома, мута падает сейчас. Фаербулы не решают. Адепты там все минусуют. 2-0. Скиллос, похоже, подъезжает сейчас. Это провал. Ничего и говорить. Это 2-0. Нужно ждать третью игру. Рабочих там 40 с лишним штук было. Я смотрел в какой-то момент. Уничтожено. Рабочих там 40 с лишним штук было. Так, зашел в игру. Но мое мнение, вот если бы вот в этой ситуации Рева, как только он видел, что просто со стороны Ксилнаги обошел, у него крайне немобильная армия была. Ему надо всеми мутками было и Роуч и Реводжерами идти на четвертую базу, просто уйти в размен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, скиллс 2-0, храм во льдах. Редактор субтитров А.Кул bread要求 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Шилда нету. Мазеркора, уверчажа здесь недостаточно. Так, Гидрав отходит. Линги через центр. Линги-то с Гидрой на муве сливаются. Что ж ты делаешь-то? Так, Рева сливается на муве сейчас. Заходят через центр. Еще Линга-Гидра. Надо принимать бой. Надо выбивать здесь все эти пилоны чертям с потонками. Грелки падают. Нет, кажется, здесь Рева потащил. Все-таки Мазеркор сливается. Уверчаж выставить не успел. Скиллос. Это косяк. Ну, я думаю, что все-таки одну игру отыграл Рева. Сейчас надо напомнить Реве со скиллосом, чтобы они подрегились бы на гоу-поиска, если играть будут. Даже если скиллос здесь отобьется, то в любом случае экономика настолько задемеджена, что уже шансов выиграть не будет, скорее всего. Так, нужно отойти. Что мечи с этой Ревы? Куда ты там за рабами поехал? Убей-то пилоны все. Да все, здесь убей просто. Нексуса, е-моё, эти чертовы. Пилоны, пилоны, не эксусы просто. Так, приходят темпесы сейчас ближе еще. Газ можно сбрить. Хата кривая. Четвертую кривую Реву хату поставил. Это нервы или недотренированность. Тренированность, я не знаю что. Ну, скиллос будет восстанавливать. Но, конечно, с темпистами можно попытаться что-то сделать. Но здесь слишком большое преимущество по экономике. Сейчас просто к гидре будет добавлено, я уверен, караптеры. И все будет просто замечательно здесь. Отменил успел скиллусникс. Молодец, кстати. Так, чуть темписта не потерял. Ну, чуть не считается. Темпист еще наваливает. Будь здоров. Здесь дэмэджи. Не надо гидру. Так что, вот зачем вот эта вот беготня? Я просто не понимаю. Ну, добил и хорош ты. Е-мой, успокойся ты, Рева. Сбавь ты пыл. Расслабься. Отойди. Пятая хата пошла. Не, Рева чуть не отходит пока. Рева жесток. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Так, на третий. Тут опять адепты зашли. Скиллус очень большую работу адептами этими проделывает. Но что-то пока нихрена, по-моему, не получит. 6 характеру, 27 гидралисков. Рева собирается дожимать. Но тут дожмет, скорее всего. О, люркерден-то нахрена. Вот это странно. Против армадера его играет. Тут надо Зергу сразу просто эйджать. Инфестейшн, хайв. И выходить в вайперов во всякую такую лабуду. Все, пошел пуш. Заходит Рева под караптер. Да, уверчаж надо сбить. Уверчаж дэмэджа очень много наносит. Под темпстов, точнее, караптерами. Даже если здесь просто отобьется, а я думаю, он должен отбиваться здесь, вот в этой битве. Потому что караптеров он убьет. У него нет третьего нексуса и нет никакой возможности его занять. Очень попечально. ГГВП без скилла с 1-1 игру. Рева все-таки взял, не в сухую. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Какой канал у ГУФУСК, ГУФУСК 2 канал у ГУФУСК. Редактор субтитров. Продолжение следует... Так, один-два, револьвер пошел на... Так, куда револьвер пошел, я еще не понял. Проверил что-то там револьвер. Идет дроном вперед, будет хату ставить. Что-то ни хрена не получилось у револьвера сейчас сделать. Ставит хату дома, мешает просто дроном некоторое время. Сейчас минус-дрон будет просто. Хотя не ушел, смотрите-ка. Даже. В принципе, сам себе мель не поставил. Оппоненту тоже как бы не давал заказать книг какое-то время. Да, естественно, я буду стримить Гоу поиска через 20 минут. Револьвер скилл, ревчик сделает. Ну, посмотрим, может он разыгрался, разбушевался сейчас и готов тащить просто три карты подряд. Я не знаю, ребята. Всякое может быть. Так, файлайт у скиллоса. Нексус доделал. Здесь хатка готова. Шесть лингов револьвер делает сейчас. Будет ли попытка сгрызалить, вопрос хороший. Так, на третьем нексусе ничего не проверяю. Там пробка оставлена тупо. Она сейчас едет куда-то там, ко второй базе. Револьвер заметит ее сейчас. Третья хата пойдет. Третья хата, в смысле, не нексус, конечно. Тут линги, конечно же, и изи пробку поймают. Смотрите, что творится. Сразу, сразу начинает тело грызть камни на третьей базе. Кстати, на этой карте очень хороший контур забегания можно делать. Так, если новый выпуск анонсируют, то... Ну, уже анонсировали. Там же есть какое-то число определенное. Ну, я буду компанию проходить. Я говорил, что, возможно, пройду, да, перед новой, наверное, и пройду, скорее всего. Если эти камни рева вот эти сгрызет, будет очень неплохо. Еще бы иметь шесть лингов сейчас, чтобы вот эти камни сгрызть, так вообще бы царски было бы просто. Сейчас вот шесть плюс лингов заказано. Для чего они заказаны, интересно. Здесь будет выход с глефами. Как раз-таки вот против этих глефов выйти бы вперед бы. Когда адепты уйдут, их встретить с роучами, например. А здесь на третий нексус лингами удались. Ну, надо больше лингов, чем сейчас у левы есть. Вот в чем проблема. Пять роучей заказано. Линги вперед бегущие. Адептики, да, вперед выдвигаются, но линги уже сейчас снизу прибегут. И можно будет просто развалить здесь нахрен эти пилоны просто, и все. Так, шестьят хп остался. Адепт заходит. Все, надо врываться. Рева что-то стоит, медлит, не врывается. Просто заходим, пилон сейчас убиваем, и все нормально становится. Что Рева и делает сейчас? Заходит, пилон убивает, и становится лучше. У него ситуация, как раз, чем была. Так, адепт на третий приходит. Что они способны там сделать? Ответ, ничего, я думаю, они не способны там сделать. Так, попытка сгрызть роботикса от Рева идет сейчас. Ну, тут на самом деле скиллос примет это все дело. Так, адепт не стали телепортироваться почему-то. Здесь уходят. Рева или не уходят? Нет, не уходят. Зачем-то Лингов начал сливать мясо всех. Так, адепту давайте еще третью убью. Да что за лол-то адепту третью просто хату сбривают сейчас. Не, ну это перебор уже реально. Что-то Рева поплыл, по-моему, сейчас немножечко. Так, попытка уйти адептами, но адепты уйдут, куда они денутся-то. Никуда не денутся. Будет улын от Рева, что ли, я чуть не понимаю. Несколько адептов подрезал. Надо идти вниз тогда на эту хату, пытаться ударить, потому что иначе имморталы просто начнут выходить. Это катастрофа, это ГГ будет сразу же автоматическая. Здесь пытается ку-то Рева пойти, то ли третью поставить, то ли какую базу, пока понятия не имею, честно. Сейчас зайдет, здесь начнут пилон минусовать. Надо заходить, пилон минусовать просто Реводжерами, роучами. Дверча же много, можно фаербольнуть, попытаться мазеркор. Пошел по мазеркору фаербола, скиллаз заметил, отвел, молодец. Пошли в Филд-Х, имморталов-то нет, нормально. Вот только первый иммортал выходит. Нет, здесь не продавить, похоже на 3-1 в пользу скиллаза, потому что здесь Тринектуса против двух хаты, имморталы строятся, все везде строится. Сейчас вот камни бы здесь пробить, так вообще бы замечательно все стало бы, я думаю, точнее не замечательно, а можно сменить направление ударов, пытаться Реве тогда было бы. Опять он лезет вперед по мазеркору, фаерболы пошли, мазеркор падает, но здесь уже 3 иммортала, ребята, 3. С хата ставятся, вот сейчас нужно шпиль переходить, как бы понимая, что не продавишь просто. Надо понимать уже, что не продавить здесь нифига. Так, по фаербол, там по филдам пошел. 4 иммортала, даже если сейчас Рева тут как-то подловит, то имморталы слишком много дэмэджа, я думаю, нанести могут. Так, идет атака, опять же, фаерболы пошли жесткие, там по имам сейчас. Ну как они роучи раскладывают? Это же просто дичь какая-то. Раскладывают они в мясо. Так, новые и новые Реведжеры. Значит, на третьей хате скиллос пытаются тут харасить адептиками еще. Заходят Реведжеры. Рева полез с фаерболами, может попытаться что-то сделать сейчас Ревчик. Фаерболы, конечно, заходят жестко в этом узком проходе на... Ну... Ну юнитов падает, ну, очень много. 37 на 61 парабам. Нет, здесь уже 6 и морков, ребят, это еще и 2, еще и строится 7-8, еще самое неприятное здесь. Так, заходят Рева, это в ловушку. За заведение своей же армии в ловушку, на самом деле, сейчас идет. Так, фаерболы минус сейчас будет. Продакшн в роботиксах. Реведжеры отдаются. Линги подходят, там ничего не способны сделать, они... ГГ пишут. Рева 3-1 скиллос, да, что-то не наванговал. Я думал, Рева лучше со скиллосом отыграет после вердоса. А вот оно, как оказалось, ребят. Скиллос 3-1 победил. Такие вот дела, ребят. А вы помните, прошлый канал надо поддерживать мой, естественно. По реквизитам в описании через плеер. Мы ждем уже GoFoSK. Сейчас я переименую, все. Мужей. Мужей. Ну что, ребят. Я сейчас поставлю 2 минуты задержку, во-первых. Потому что на GoFoSK правила такие. Во-вторых, сделаю стоп-старт. Через 90 секунд стрим упадет. Вернется потом через 2 минуты. Ждите. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.